И причем кое-что у них попадает в точку. Посмотрите, последняя серия. А, я понял, понял. Саня, еще раз, это какой канал? ТНТ, ТНТ. Он цифровой наш, по-среду, 19-й цифровой. ТНТ, НТ. А, я знаю, знаю, сейчас. Ну, там РНТВ, ТНТ. Он мне, брат, по-моему, звонит, сейчас уже пришел. Я обязательно еще не скажу. Саня, извини, братка, давай пока. Еще, я тебе позвоню как-нибудь. С Новым годом позвоню, а то мне брат пришел, звонит, там выделяет. Давай, пока. Иди, иди, давай, тогда свое впечатление выскажешь. Посмотри последнюю серию. Радио 4, Федор Боря, Харитон. Тен, кто ждет? Радио, так, радио 4, Федор, Боря. Харитон, это правильно? Правильно. Радио 5, Жук, он на знак. Александр, возле города Бязники. Прием. Гейбал, Суэрненный звук. Звук, все частоты присутствуют. Бензо, Александр, например. Да, Саша, тезка мой. Меня тоже зовут Александр. Атофилин Кютевич, это поселок городского типа Мстерна. Где-то если по прямой город Вязники, это по М7 едешь слева, если со стороны Москвы. Вот, от Москвы где-то 300 километров. Вязники по М7 трассы. Ну, наверное, были или слышали про Вязники. Ну, короче, где-то по прямой 15 километров до Вязникова. Мой Кютевич. Да, я вот слышал, Александр, там страсти, мордасти рассказывали. Никаких инопланетян нету. Это фуфло все. Ну, есть люди, да, есть люди, которые какими-то способностями обладают. Я вот полный, ни во что такое сверхъестественное не верю, ни в чертей, ни в Бога. Ну, в Бога я какого верю? Есть какой-то вселенский разум, который создал это все, управляет, обложил законами. Вот, это все же закономерно в этом мире, в космическом. Вот в эту силу я верю. Вот это божество. А остальное это человек придумал. Все религии, каждая религия трактует это. Вот наша религия правильная, остальное придумано и все остальное. А вот таким образом, Саша, а вы как, верите в Бога? Придем. Да нет, я это, это упиум. Я верю по своим глазам. Подхожу, вот я не там буквально. Там причастие, отпевание, прескурант. 1800-900 рублей. Это что такое? Это вера, что ли? Это бизнес, например. Совершенно верно. Еще Владимир Ильич Ленин говорил. Религия – это опиум для народа. Ну нет, в какой-то степени религия нужна, что веровал в человек. Боялся 10 заповедей, вот эти вот, если будет соблюдать, что там в Библии трактуется. Это обязательно, это вреда не приносит, вот эти 10 заповедей. Вот это на пользу человечеству. А если ни во что не верить, человек же такая скотина, беспредельная. Он будет творить, не боясь никого и ничего. Вот, религия в какой-то мере нужна. Ну не до фанатизма. Да нет, тут от развития каждого индивидуализма, индивидуально зависит. Нормально себя воспитывающий гражданин, ну человек, особь, я не знаю, как назвать, имеющий какое-то образование, самообразование. Он сам придет к этим же заповедям, понимаешь? Он их будет придираться. Абсолютно, это для слабых, не знаю, для кого это создано. Мне, например, это не надо, потому что я свое, собственно, я достаточно крепкое, обоснованное. И я сам себя в этих пределах сам как бы подвел. А это как бы за деньги все, вот это неприлично, понимаешь? Ну оно есть и есть и хрен с ней, так что, понимаешь, был бы какой-то указатель, толчок для этого. Я теперь расскажу себе, что и больше истории. У нас есть Мормонская церковь, Мормонская империя. Центры, там у них большие храмы в Киеве, в России тоже они строят. Вот в Москве хотели строить, не знаю, построили или нет. Очень большая сеть, Мормонская, Американская церковь. Раньше молодые люди в белых воротничках ходили и тут всех соживали к себе. Они, у них филиал там прям был рядом, в метрах двухсот, где я проживал. И вот я случайно пьяненький шел, выпивший от товарища, мы бухнули, я шел, они так что-то мимо. Я говорю, ну, ходи сюда, так на них, ну, так, шуткой, конечно. Ну, и по-английски немножко, чтобы по разговору речь. Я говорю, как там с вами вообще? Ну, они приходили к нам, булочку дали. Там просто, конечно, никак в простую церковь можно заходить. Там надо позвонить, тебя откроют, про это, про это, про взорвшую, там прочее. И вот я месяца два ходил, я говорю, ну, зазиркуйте, да я хочу, чтобы вот меня... И вот они меня там колдовали, колдовали, самых сильных своих колдунов на меня. Ну, они слабые для меня, понимаешь, они не могли. Я их, правда, на лопатке там же в разговоре ложил и все. И вот я говорю, ну, мне надо вот какой-нибудь, это, шаша какой-нибудь, шаша какой-нибудь, шама очень великий. Они говорят, ну, ты вот помолись, вот с утра, вернее, под ноги, под сон. И ночью к тебе придет вот этот Господь и все тебе покажет и направит. Хрена, понимаешь? Вот я два месяца ходил, ходил на все праздники их, на причастие там. У них орган, песнопение, книжки их взял все, там набор песен у них. Очень богатые конторы. Ну, у них правильные понятия. Например, секси просто так не, не, алкоголь не, не так. У них кое-что правильное. Ну, и десятина, то есть десять, десятую часть от своих доходов ты должен к ним перечислять, там, якобы на любые, на какие-то нужные для их, которые... Ну, это, естественно, обманишь их, конечно. Вот народ и пер, народ и пер. Ну, вот я, например, хотел, прям вот дайте, дайте мне, сома, заразите меня. Ну, слабые, только для слабых хоть все, понимаешь, на принципе. Да, принято, принято, Саша. Нет, ну, колбасство существует. Только, это связано только с энергетикой. Только с энергетикой. Никакие там нечистые силы, все это, все это, тупца, пусло, так называемое. Вот, интересный случай у меня был. Я вообще, здесь-то, и до сих пор-то я верую во все сверхъестественно как-то по-своему.